Моя задача сейчас рассказать, что было бы, если бы остались советские принципы управления сельским хозяйством, вообще экономикой страны. И поэтому я прошу, вы листайте, я буду быстро рассказывать о том, что совхоз имени Ленина вообще за свою 98-летнюю историю не изменил принципам. Он является социальным предприятием, а по-другому называется народным предприятием. И когда делили собственность, помните, да, всем дали возможность получить эту собственность. Но некоторые собственностью в России воспользовались для того, чтобы карманы набить, а некоторые для того, чтобы развить территорию вокруг. И если бы, когда раздавали собственность, сразу бы сказали, слушай, если ты будешь на себя работать, а потом деньги отправить за рубеж, и практически сказали бы, что будет ответственность, то такого бы, как сейчас в стране, не было. Потому что, по большому счету, Геннадий Андреевич в своем докладе очень хорошо это показал, народные деньги, народные достояния в виде нефти, газа, чего угодно, оно ушло куда-то, либо в песок, либо за рубеж. И вот эти вот все олигархи, они же инвестируют, я понимаю, в Лондон, за границу. А должны были инвестировать в Россию. И если бы, вот сейчас будут листать презентацию, и вы увидите, что когда ты все деньги инвестируешь в свою территорию, то она становится совершенно другой. Некоторые приезжают совкосы и говорят, слушайте, у вас тут маленькая Швейцария. Да нет, у нас лучше, чем в Швейцарии. Потому что в Швейцарии все равно берут деньги за то, что дети ходят на кружки в Дворец культуры, а у нас не берут. Значит, в Швейцарии платят там за обеды, а у нас не платят. Значит, мы помогаем пенсионерам, хотя вроде бы как у них должна быть пенсия, и мы за это платим. А вы видите там на таблице, мы в прошлом году заплатили налогов свыше 390 миллионов рублей, в том числе и в пенсионный фонд. А пенсионерам доплачиваем 20 тысяч ежегодно каждому, а у нас их 400 человек. Значит, мы питание школьников оплачиваем в размере 4 миллиона только в совхозную школу. И еще огромные деньги инвестируем в то, что по идее должно делать государство. Школы, детские сады, парки. И это все мы зарабатываем, получаем доход. Если бы так делали все предприятия Московской области, а у нас, конечно, лучшие условия для ведения бизнеса, потому что огромный регион рядом с нами, самый богатый вообще в стране, это Москва. И у нас лучшие условия для хозяйствования. Но если бы все делали в Московской области так, как мы, вот таких бы детских садов, таких школ, таких социальных условий было бы вообще везде. Но мы ничего нового не придумывали. Мы создали и дальше так продлили Советский Союз на нашей территории. Окупировали, скажем, или даже не так, а огородили свою территорию и сказали, у нас будут советские принципы. Те, о которых сейчас Геннадий Андреевич говорил. Теперь вот несколько слов о том, о чем говорил Владимир Иванович и вообще наши ведущие экономисты, о том, что есть путь выхода. Но только, знаете, надо дать возможность тем, кто понимает, как нужно, и понимает, куда идти, дать возможность применить свои силы. У нас всегда, вот когда плохо, или страна консолидируется, когда общий враг, ну или общие проблемы, или начинает разобщаться, тогда начинается революция. И все прекрасно понимают, что если не изменить вкус, как Геннадий Андреевич говорил, поворот налево не сделать, то мы окажемся вообще в такой яме, которая, по сути, кончится кровопролитием. Поэтому или по-хорошему, или по-плохому, но власти все равно придется изменить политику. Я считаю, что вот наши примеры, такие примеры, как вот у Ивана Ивановича, у нас, то, что говорит Геннадий Андреевич, Владимир Иванович, все это надо применять на практике срочно, потому что еще есть время развернуться и пойти правильным путем. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что у всех скоро будет так же, как у нас. Спасибо. Спасибо.